Желаю мира и приятного просмотра, с вамиец Кобаровский И сегодня наступил третий день моего выживания В первой серии я сделал закупочку на 100 рублей И теперь хочу прожить 7 дней Зачем я это делаю? Потому что я хочу похудеть, я по утрам бегаю Кому интересно, подписывайтесь на мой инстаграм, потому что я делаю туда истории После каждой пробежки И также буду проводить трансляцию, вы сможете мне задать любой вопрос, который вас интересует Так что подписывайтесь И давайте начинать готовить завтрак На завтрак мне понадобится одно яйцо, мука, соль Потому что я хочу сделать блинчик и сало Продуктов вроде бы купил нормально, должно хватить Так что давайте готовить завтрак Берем вот это яйцо и разбиваем Затем шкарлупу выкидываем в мусорку Берем одну большую ложку и добавляем сюда муку Затем берем щепотку соли, посыпаем наверх И вилкой это хорошо все взбиваем В яйцо я добавил муку для того, чтобы это было сытнее Вот такая вот кашка у нас получается Надо это все тщательно перемешивать И теперь включаем свет на сковородку Добавим сало, потому что подсолнечное масло я не покупал Так что вот этим кусочком сала натираем сковородку Вот так вот хорошенько Вроде бы сковородка жирная Сало закидываем обратно И включаем плиту, чтобы сковородка разогрелась Вот так вот, нормально Слышу запах сала, мне кажется, что сковородка уже разогрелась Так что берем вот эту смесь И добавляем вот сюда вот на сковородку В итоге у нас получаются вот такие блинчики Хотя да, вы сейчас скорее всего напишите в комментариях Чувак, это не блинчики, блинчики это когда разливается вот так тоненько Мы оладушки называем блинчиками, у меня так принято в семье Малеха уже поджарились Я думаю, что можно слегка переворачивать их А вот это все можно пока убрать, чтобы оно тут мне не мешало Если бы я взял хорошую муку, они скорее всего были бы желтые Но а так они получаются у нас слегка коричневые Давайте вот эту мелкого заценим Отличный блинчик, ням-ням, пойдет Выключаем, сейчас будем пробовать Смотрите, аж сковородка дымится Так что достаем наши блинчики Кто-то мне в комментах писал, где ты берешь воду? Вот эту баклажку мы ходим набирать на колонку вместе с батей по очереди Иногда я, иногда он Так что водичку мы не покупаем А чай сейчас пить вообще не в прикол, потому что жарко Я когда выживал месяц, вы видели сами, что я выпил всего лишь пару пакетиков чая Пахнет нормально Хорошо, в принципе, прожарились Вот так они выглядят На вкус это как яичный блинчик вместе с хлебом Главное, что это сытно И вроде бы это не вредно Что это за блинчик-мутант? Что в нем такие дырки? Слышите, слышите? Я подавился Плохо пошло Здесь у вас резко начинает Если вы резко начинаете икать Скорее всего, вы подавились Надо выпить стакан воды Чтобы вот здесь просунуть еду И смотрите, я перестал икать Так что, может быть, кто-то не знал Если вдруг подавились Водички попили, и все пройдет Давайте съедим вот этого мутанта Он и стрёмный С этими дырками Вот и все, получился у меня такой вот завтрак Встретимся уже, когда я буду готовить обед Вот я уже решил приготовить обед Потому что животик у меня крутит Чувствую голод Поэтому хочу сделать сытный обед Для этого я возьму вот эти вот ракушки А также захвачу томатную пасту Она уже у меня распечатана Потому что полупаковки мы использовали Набираем сюда воды И ставим на плиту Видишь, что водичка уже бурлит Так что берем наши ракушки И закидываем примерно пол пакета Можно даже чуть меньше А это нам на потом Огонь делаю поменьше Чтобы макарухи не сбежали И добавим туда чуть-чуть соли Вот так вот А теперь берем вот эту вот томатную пасту Выдавливаем вот сюда Тут еще будет на один раз И теперь берем чайник с теплой водой И вот сюда вот чуть-чуть добавляем Вот так вот Затем нужна ложка это все перемешать И наверх добавим чуть-чуть соли Она придаст нам томатный вкус Включил свет, потому что ничего не видно Теперь будем помешивать наши макарухи Чтобы они не прилипали Будем их варить примерно 10-12 минут Берем половник, потому что макарухи уже готовы Это все будем сливать вот сюда Чуть-чуть вот так встряхнем И перекидываем это все вот сюда в тарелку Ребят, все, кто сейчас кушает Приятного вам аппетита Мы наверх добавляем вот эту вот томатную пасту Вот так вот Сейчас чуть-чуть подожду, чтобы макарухи остыли Давайте заценим наши ракушки Обычные макароны с кетчупом Я бы сказал даже не с кетчупом Он с томатной пастой такой дешевой Хотя оно так и есть Соль играет решающую роль в этом блюде Если бы не она, было бы как-то не прикольно А так нормально Эти макарухи получаются дешевле, чем доширак Кто-то мне пишет Ты не похудеешь, потому что это тесто Не обязательно жир исключать Занимайтесь спортом Кушайте натуральные продукты Без чипсов, кока-колы И будет все клево Все, макарухи я завалил В общем, встретимся уже, когда я буду готовить ужин Я уже немного проголодался Поэтому идем на кухню Будем сейчас готовить ужин На часах сейчас 21.03 На ужин я хочу приготовить картошку Так что достаем этот пакет бараболи Это все обратно Берем три штучки Сейчас их помоем Затем повырезаю черные глазки с нее Теперь берем терку И берем досточку Потому что я буду готовить драники И погнали натирать на терке В общем, натер я картошку Вот столько ее получилось Далее нам понадобится сало Мы им будем натирать сковородку Сало обратно закидываем в холодильник Затем включаем плиту И туда будем выкладывать картошку Но перед этим берем чуть-чуть муки Сверху посыпаем на картошку И это все перемешиваем Теперь из картошки делаем такие блинчики И закидываем их вот сюда вот На сковородку Я к нашим дранингам забыл добавить соль Берем щепотку И сверху вот так вот уже посыпаем Потому что внутрь мы уже добавить не можем Давайте посмотрим Как они поживают Да, в принципе, они уже обжарились с одной стороны Сейчас обжарим с другой стороны минуты 2-3 И будем уже их вынимать Мне кажется, что дырыны уже готовы Давайте вот этот мелкий пробуем Вот этот уже готовый Вот так он выглядит Все же хорошо, что я добавил соль Потому что без соли было бы никудышнее Мне кажется, что драники уже остыли Можно кушать С одной стороны они не совсем красивые Вот так вот сейчас А с другой четкие драники Классно, потому что драники долго жарить не надо Натер их, закинул, они быстро пожарятся Потому что картошку обычно нужно долго жарить А тут как бы они тонкие И жарятся быстро Вкусный у меня сегодня ужин Я доволен Сейчас мне нужно посуду помыть И встретимся уже завтра Доброе утро, друзья И сегодня наступил четвертый день моего выживания Я пришел со своей пробежки Помылся И хочу вам сказать, что я сегодня нормально так пробежал Если кто не верит, можете перейти в мой инстаграм Убедиться Также подписывайтесь Потому что я дальше буду выкладывать истории По поводу того, как я бегаю Иногда буду проводить трансляции Ну и соответственно фотографии новые будут выходить Так что подписывайтесь Сейчас я хочу приготовить завтрак А на завтрак мне понадобится рис Соль И одно куриное яйцо Так что берем рунделок И соответственно сотейник Сюда пересыпаем рис А вот сюда выкладываем яйцо Набираем водичку И ставим вариться Пока яйцо варится Мне обязательно нужно промыть рис Так что набрали водичку Вот так вот покупали И сливаем коломутную воду Затем набираем чистую И ставим вот сюда вариться Рис нужно промывать примерно 3-5 раз Этого будет достаточно Ты что сдурел? Ты что тут бегаешь? Я слышал, что тут какой-то шум? Выходи оттуда Вот так вот тифа тут развлекается Какой-то крышкой Уже походу наигралась Не особо она хочет бегать и прыгать Свет включим, чтобы было лучше виднее Смотрите, рис уже закипает То бишь берем крышку, накрываем Чтобы водичка выпаривалась И рис разбухал Смотрите, рис уже с яйцом закипел Так что снимаем вот эту крышку Берем чуть-чуть соли И сюда вот добавляем наверх Я вам хочу сказать, что рис уже готовый Мне кажется, он даже, может быть, малеха пригорел Я, конечно, не уверен Но сейчас проверим Берем тарелку Давайте сюда перекинем Смотрите, половину риса я тупо перевел Теперь надо ставить в мойку И замачивать на полдня Потому что его оттереть Просто нереально сейчас будет Куда я сотрел? Надо было больше воды добавлять И было бы все нормально Яйцо, я думаю, тоже готовое Так что выключаем Отправляем его в холодную воду Пусть здесь остывает Давайте рис попробуем на соль Маловато Так что возьму чуть-чуть И добавлю вот сюда Внутри хорошо отварилось Не сырое Потому что когда желток жидкий Я не люблю Рис очень сытный А кушаю, чувствую реально, что им наедаешься Вот и все Завтраком закончено Тарелку закинул в мойку И хочу вам сказать, что я на протяжении дня Стараюсь пить как можно больше воды Потому что она нормально усваивается в организме И тело худеет Не знаю, фишка это работает, не работает Я на своем опыте лично проверяю Так что включимся, когда будет происходить что-то интересное Сегодня пол дня ходил по секонд-хендам Хотел найти каких-то футболок Либо же шорт Ничего не нашел Уже проголодался капитально В общем, пришел домой Сейчас буду готовить обед На обед мне понадобится какая-то крупа Давайте приготовим на этот раз пшеничную Я еще не готовил ее Дальше берем вот эту крупу Пересыпаем вот в эту посуду Вот так вот Весь пакет И набираем сюда водичку И ставим вот сюда вариться И хочу вам сказать, что в последнее время секонд-хенды Очень жестко перевелись Я прихожу туда в первые дни А там нечего взять Я сегодня объездил 4 секонд-хенда Чтобы вы понимали И я ничего не купил И я еще такой человек, что я не модник Я не выбираю разные фирмы За которыми гоняется молодежь Я беру те вещи, которых мне комфортно И которые мне нравятся Но сегодня не такой день Поэтому пол дня проходил И все пустую Порежем капусту Отрезаем один кусок И начинаем мелко шинковать Салат этот перекинем вот сюда Вот в тарелку Мне кажется, что кашу уже надо солить Потом посмотрите, как она поднялась Добавляем наверх соли И также щепотку Вот сюда вот тоже нужно добавить Перемешаем эту капусту Я слышу уже запах каши Вот так она выглядит Так что выключаем Потому что она уже готовая Я надеюсь, она не подгорела Смирим эту кашку И перекидываем вот сюда Я не знаю, что это сегодня за день такой В общем, каша опять же перегорела Посмотрите Кто знает, почему такая причина Напишите в комментариях Потому что это капец Я столько продуктов перевожу Как бы это не совсем прикольно Вроде бы каша остыла Что-то новенькое Мы такую еще не ели Все, я вспомнил Меня такую кашу мама кормила Только она туда еще курицу добавляла И было неплохо Мясных продуктов явно не хватает Кто-то так четко в комментариях подметил Говорит Ты не выживаешь Ты правильно питаешься Я бы не сказал, что это совсем правильное питание Потому что здесь нехватка белка А так в принципе все норм Я когда в Армеке служил Так нас только кашами кормили Мяса там особо не было Либо какие-то секеля Суп давали Примерно такой, как я варил Гороховый Там, конечно, кухня не шикарная Все, я кашку доел Капусту я съел не всю Немного осталось Сейчас мы ее закинем в холодильник Потом она нам пригодится еще И включимся уже Когда я буду готовить ужин Сейчас я решил приготовить ужин У нас за окном идет дождь На часах начала десятого Я же немного проголодался Но ужин хочу приготовить макароны Я тут перебрал вот эту коробку И решил приготовить вот эти вот Берем рунделок Набираем в него водичку И ставим вот сюда на плиту вариться Какое вариться? Чтобы вода закипела А потом будем макароны закидывать Что тебе надо? Что ты орешь? Вот я ей так позовешь, она сразу Моар Сразу подает голод, да? Стефан, что такое? Гиды дать? Да Лапками показываешь? Давайте ей дадим Чуть-чуть корма Кис, держи Вот так вот Будет нормально И кушай здесь Но также у меня осталось Малеха томатной пасты Вот этот пакетик Сейчас мы его полностью выдавим Какую-то крошечку, например, вот сюда Я вспомнил, что мне кто-то из подписчиков Говорил, что Бери водичку с макарон И добавляй вот сюда Будет вкуснее Сижу с ума схожу Мне кажется, что макароны уже готовы Хотя это не точно Давайте лучше их попробуем Как раз-таки не готовы Сырые они еще На водичке вот этой Можно малеха взять А томатную пасту здесь Перемешиваем Я думаю, что макаронки уже готовы Так что я их выключил И сливаем их через дрюшляк Вот сюда Теперь эти макаронки перекидываем Вот сюда вот в тарелку И наверх выливаем Нашу томатную пасту Затем вот это все перемешиваем И больше у нас томатной пасты нету Эту упаковку я выкидываю Я тут немного подождал, чтобы макароны остыли Сейчас их заценим Обычные макаронки Есть? Можно Пишите в комментариях Как вы думаете, на сколько дней мне хватит этих продуктов Которые у меня остались Макаронами я доволен Сейчас буду мыть посуду И идти ложиться спать Кому этот ролик понравился Подписывайтесь на канал Нажимайте на колокольчик Смотрите предыдущие выпуски Чтобы вам было все понятно Также не забывайте, что я есть в инстаграме Подписывайтесь И друзья, до следующего выпуска Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok